welcome 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 ну что будем музыку на заднем плане на заднем слушать сиденье и смотреть red bull чемпионат кубок университетов финал смотрите написано мгу против рту но в защиту мгу могу сказать как бы кто же виноват что мы университете у них учиться такие сильные игроки зачем вырубил я ничего не вырубил все нормально все играет сейчас все по второму кругу просто пойдет в этот финал пробились ребята довольно просто с обеих сторон по 3-0 шли оба коллектива если правильно помню и финале тоже у нас будет b100 в 5 все это дело комментирую я и вроде там еще комментирует так сказать не английские комментаторы flash in the night там нет он все еще в лас-вегасе небольшая нас там заминочка в игре но ничего страшного давайте представим участников рту у нас состоит из игроков на топе токена вата в лесу хеку на миде пирожок и клик на ботлейне мгу у нас руй тарантуль штурм чейзер лигма и 77 из известных вам наверно будет игроков можно отметить что токен ездил от сборной россии на чемпионат мира среди так сказать по лиге легенд там они проиграли ну в общем-то недалеко ушли и мга ушники их игроки которые тоже ездили на разные международные турниры тоже проигрывали но в этом смысле конечно чемпионат колледж кап так называемый просто вы не думаете что только в россии проводится только в снг прошу прощения проводится такого рода университетское мероприятие он проводится по всему миру то есть ваш колледж если университет учебное заведение есть списки риудских вы могли собрать свою команду и играть кто-то какому региону был причастен то есть украина насколько я знаю она была причастна к снг региону поэтому они вот тут участвовали наша латвия вот ну наша смысле моя там эстония литва мы были причастны к европейскому региону и там пробиться конечно никак не могли сейчас чуть-чуть еще потише сделаю мир эйдж у нас музыка на заднем плане играет кому интересно ссылочку я не буду оставлять просто найдете сами на ю тубе музыка это не запрещено поэтому будем ее использовать в качестве основы звук я выключил русских комментаторов не потому что я их там ненавижу а просто потому что они будут меня перебивать они же на русском говорят из-за этого будет это немножко меня сбивать с толку я хорошо знаком с обеими командами не потому что там учился у них а потому что изучал их когда был тренером команды урфу на предварительной стадии турнира мы прошли как раз таки в четверть финал и в полуфинале вылетели не в четверть финале прошу прощения мы вылетели от команды как раз мгу там был best of 3 к сожалению вот если бы в четверть финале было best of 5 может было бы больше шансов у нас на победу хотя не думаю что что-то против этого коллектива можно сделать мое личное мнение они победят 3 0 и у рту нет ни единого шанса но посмотрим возможно я ошибаюсь а вчера мы смотрели с вами all-stars там противостояние было матч всех звезд китая против всех звезд кореи не уровень игры вроде даже невысокий на all-stars показывали но многие игроки отмечали что у них не было времени даже с улку поиграть там никаких тренировок не было не по сути с холодными руками садились за компьютеры тот же самый фейкер в своем интервью говорил что он более семи дней вообще не играл в лигу легенд то есть только ходить съемки съемки фотографироваться с тейнером тейнер от него не отставал бегал за ним везде говорит сфоткайся сфоткайся и все же в один момент фейкер сдался и сфотографировался с ним это же говорил и капс который сказал что он боится что проиграет турнир один на один потому что у него нету практики игровой сейчас постоянно пить с вашим за на этом вечером это тяжело он говорит я уже устал а он все поет и поет но он так как-то говорит задушевно поет что я не могу конечно же не на выпить с русским медведем так сказал капс практически цитата ну и кто у нас там еще даймонд прокс но даймонд прокс на самом деле всех девчонок себе утащил в номера но это уже слухи я бы даже так легенды слагает о его достоинстве ру сегмента зато фейкер в гольф поиграл да там кстати гольф клуб у них был мастер карт хорошее шоу устроили гораздо мне кажется лучше получилось чем было в прошлом году 2017 all stars который проходил в барселоне да в европе был прошлом году если правильно помню в этот раз было в лас-вегасе все классненько но с другой стороны спонсор другой появился мастер карт теперь генеральный спонсор лиги легенд они подписали контракт на несколько лет и учитывая как райт games и продолжает с ними сотрудничать ну видно просто что они не собираются от него отказываться от этого спонсора возможно у нас еще какой-нибудь дополнительный потом спонсорик появится но не об этом давайте смотреть что у нас здесь набрала команда рту взяли они себе ургота на топ-лейн джина плюс зайру на бот-лейн довольно танковую на лесника и довольно танкового мид-лейнера свейна и конечно же джакса но всему этому есть ответка и ответку придумали мгу чисто такой мид-гейм сетап в антрик пони руй играет только в общем-то на рамбле взял себе рамбла тарантул в антрик пони xin выбил себе ксена и вот шторм чейзер в антрик пони джейс кто-то спросит что за в антрик пони зачем он это говорит в антрик пони переводится ребят как игрок одного чемпиона и игроками одного чемпиона я могу назвать у каждого игрока из мгу рту мне будет чуть сложнее потому чуть меньше я их изучал и у мгу главные игроки соло линия являются кс-1 джейс это мид-лейнер рамбл отрокс это туплейнер но кстати отрокс и штурм чейзер тоже отыгрывал ксин варвик это лесник олигма отыгрывает практически на всем и сим-син браум блитс кранку то что я подзабыл кто у него второй чемпион был браум точно был основным мы вы поэтому думали даже забирать либо жестко контур пика через браума слэш зайру ну и вот зайру как раз пирожок с ликом отыгрывать будут на боте по факту если так посмотреть команда рту сделал тот пик который я и видел как чуть ли не лучший пик против этого коллектива но была у нас маленькая проблема наша декере в моей команде к сожалению не играл на джейне из-за этого приходилось нам придумывать что-то вокруг северки и вокруг аши ограничены мы были так сказать по чемпионам ну и люциана конечно что же из потом еще придет виза следующий вас огня но вряд ли следующего stars виза пройдет то есть как бы это все же конкурирующая компания визой mastercard думаю такое а почему пони этого ответить не смогу надо гуглить эту тему почему ван трик пони я получается синоним но может быть потому что на пони который я не знаю на пони катается один человек всего один может сесть на пони без вариантов в лиге проверять на допик интересно насколько я знаю прям такой проверки нет жесткой типа сдать кровь сдать мочу но думаю если ты придешь туда под чем-то это будет явно выделяться тогда там возможно что-то произойдет а так в киберспорте таких проверок не было клик стартанул с кушки что интересно потому что против брауна уж тем более с кушки не стоит стартовать но с другой стороны он харассит мгушников не дает им заинвейдить хотя у них очень сильный инвейд сетап был браун плюс ксин джао с дальнобойный ну понятно там любой чемпион был дальнобойный за декере как видите не пустил туда клик противников своих из красного бафа решает ксен начать не с красного бафа противников а со своего трик здесь приводится как трюк видимо пони типа аналогии цирковая аналогия мол один и тот же трюк делает из катки в катку а пони причем здесь так то то типу ван трик это один трюк один трюк пони но наверное это какой-то мемасик очень старый легко довольно джин плюс зайра подпушили но у меня как раз вот когда тернистом этим занимался был план что если мы пройдем следующий круг то мы будем тренировать нашего до керрина определенного какого-нибудь еще чемпиона чтобы расширить пулу дальше люциана аши то есть у нас только два чемпиона было лица наша но и север кук там кое-как можно сыграть на просевер к сам простой а до керри из тех что имеется кстати лигма можно отметить что на этом чемпионате в основном только север играл в этой партии не даже не обратил внимание было забанил или нет и тарантул уже сражается с ватой за баф это грубейшая ошибка тарантула его скорее всего за это убьет нет щит ему ставят 7-7 прикрывает и здесь уже лигма лигма вместе с 7-7 ответочку хотели дать по вардам пробежал ксин тарантул я тоже заметил его ошибки и смотрю тренер по имени а кто у них там тренер у этих был ультиматум у рту а у второй команды им шорти дали или ним вроде не шорти дали второго тренера им дали которые вру сегменте тоже вроде как крутой а это минус клик грубейшая ошибка слишком близко подошел пропускает 7-7 макушку и после этого не успевает отбежать потому что там замедление 40 процентов начинает накидываться пассивка пассивка взрывается и ггп игрок одной роли до виза тут говорит что он сейчас прогуглил это фраза переводится как игрок одной роли но так она есть да только это относительно актерского мастерства используется но в лиге легенд это тоже есть такой ты про тарантула хотел сказать тарантул в этом смысле очень ограниченный игрок в смысле не то что он ограничен это физически что-то он всегда играет по одному и тому же маршруту ничего у него не меняется моего именно на этом тоже ловили правда потом наш джанглер почувствовал силу богатырскую и наш вьетнамский джанглер почувствовал силу богатырскую и побежал туда куда не стоило бежать отдался несколько раз за олафа а встречи греом вообще был в тильте и следующую игру нельзя называть уже какой-то классическая хорошая или классическая элегантно сыгранная чуть лигом здесь ошибается прыгать прямо на 4 авто атаку пирожка не надо так делать конечно же надо аккуратно закидывать заклинание издалека и не париться по поводу того что-то там пропустил одно w за разжена будет тебя всегда запушивать да ты будешь всегда терять фармы здесь под вышкой не страшно зато это можно гангать странным бэку на странтул организовалась бэком купил себе ботинки чтобы вернуться и успеть видимо на 2 краба помните его чуть было не убили у 1 краба он решил бежать на 2 на втором корабе он все же легко позаботился о том чтобы его забрать и сейчас до фармливает свой лес и вот интересно будет ли он делать ганг вниз тем временем джак заработавший пока только себе целый круг фарма решил наверх пойти через шишку через трибуш если он правильно поднимает игру джакста он просто должен сейчас забирать големов зная что ксен находится в нижней части леса но опять же его команда прикрыта видите на свой хороший вард поставил на реке до ксен будет просто опыт зарабатывать по движку потому что из решил сбокаться здесь я могу отметить ошибку наверное мгу смысле того что они лиги медали хил с который играется по-прежнему через каплю и тем более играющийся против джина должен был играть здесь телепортом никаких силов потому что вы никаких килл потенциалов на линии не имеете да окей они сделали убийство но это убийство они бы сделали и без флэша о извините без хила и за тут нет такого тела как обычно это происходит типа два на два битва это скорее через пол уру и небольшая проблема 6 левел вас взял токена и тут же сделал инициацию в руину тот от флэшился джак же свой флэш не тратил хотя может стоило здесь по агрессивным двум игрокам команды рту сыграть а именно ешку сделать слышат такие но и тогда вата бы зашел идеально интересно то что команда рту на этом пока чемпионате является самой агрессивным коллективом почти все вопросы они решают первые 15-20 минут а вот мгу я бы отметил самый сильный коллектив в мидгейме как раз начала у них не очень хорошо получается он то есть ленинг фаза вот стоит они стоят ее вровень там по фарму возможно даже иногда инвейдит неплохо но это скорее ошибки оппонентов там позволяют сделать что-то дальше вот в мидгейме классно отыгрывает мгу почему корейцам не кореец они китайцы насколько я вроде понял по именам я их конечно родословно не смотрел может быть они вообще сейчас обидеться и скажу что они тайваньцы но мгу как бы это международный же государственный или не международный я просто не уверен как бы это московский государственный университет но вроде международный сам по себе считается да то есть там иностранцы теоретически могут учиться и соответственно как бы все по-честному так что здесь нет слова почему главное чтобы человек обучался в этом учебном заведении на тот момент когда проводится чемпионате тут скорее меня вот все тревожил другой вопрос по поводу почему lcl игроки здесь участвуют они лпл игроки еще хуже лп игроки то есть лиги претендентов но 77 играл даже в команде им 19 то есть он играл волц или одно время и видите все равно как говорится смог участвовать в этом турнире но с другой стороны риуты давали официальный ответ что русский риут что все по справедливости правилах они как раз изменили их относительно прошлого чемпионат дабы добавить силу своему региону потому что мол в других регионах тоже такие были правила на диски кстати говоря на рамбле организовали тот самый рамбл который потерял свой флэш не попросила помощи линия у него было плохо поставленная и тарантул в ответ на этот ганг джакса это уж так иногда делаю салуку то есть ты понимаешь что скорее всего 2 дабл ганг там проведут на твоего топ лайнера и уже заранее готовишь дракона про дракон здесь не самый удачный интересный врыв в этот момент ксена занимается не совсем тем чем хотелось бы но пирожка скорее всего здесь убьют флэша как же классно шторм чейзер играет реально классно вот отмечу это и при этом же они еще забирают оушендрек я хотел уже немножко похейтить мгу то что у них синергия на уровне японских команд но вы видели как они четенько отыграли то есть тарантул знал что ему не нужно показываться внизу он просто стартанул дракона на пофиг а в этот момент джейс по какой причине смог спуститься вниз хотя вроде по вардам пробегал подсказывает мне что это корейцы на миде а это корейцы же на миде шторм чейзер корееца китаец это руй на топе ну так или иначе ребят это ребята которые учатся в мгу этого у них не отнять но видео как он перри флэшился за русский прокаст чтобы специально клика сразу откинуть красиво но вот такие парни конечно здесь как говорится непобедимые но вопрос теперь уже морали характере которые если у рту рту очень агрессивный коллектив и начало в этой партии тоже было вроде неплохое за ними им не удалось сделать первый килл на тарантуле дальше они организовали килл на топе и вот по сути зайра которая попалась два раза на боте неудобная ситуация для нее произошло и слабый мид лейнер не смысле того что игрок слабо отыгрывает а в смысле того что сам мид лейнер без приоритета свейна они взяли против джейса как говорится а чего вы хотели учитывая вообще ой какой интересный ганг от тарантула будет ли третье подкидывание конечно будет но у рамбла если ульта ульта есть она очень плохо кидается возможно это будет ответный килл еще один удар вышки выживает прыгать тарантул чтобы прикрыть руя от урона телеги телега переключилась на ксена и руй выживает не было здесь джакса чтобы он мог прийти и помочь джакс в этот момент по моему уже признал поражение в этой катке просто фармится в надежде на то что он хотя бы наберет себе предметы но он играет как видите в красный смайт со синдер халком 77 делает лун хотя знает что джакс на той стороне и это закончится тем что джак сейчас подойдет но правда не успевать сделать убийство раньше ручь сюда прилетает начинает жарить вату и вата очень быстро горит кто поджигал вату знает как-то быстро может произойти флэш минус растения и минус вата ну понятно ребят огнемет против растения работает также хорошо ну что ж на тренеру команды рту могу пожелать лишь не оставлять открытым рамбла если и оставлять открытым то брать контр пик к этому чемпиону и не оставлять открытым джейса а если и оставлять то брать контр пик к этому чемпиону потому что они получается два себе две себе роли сами загубили у нас главная была вот проблема не эти игроки потому что с ними у меня был план как избавиться от топ лейнера избавиться от мид лейнера и в общем то с этими работами там исправить мы не смогли победить лесника и не смогли победить их бот-лейн просто потому что у нас был ограниченный пик для лесника и ограниченный пик для бот-лейна а здесь видите провал как против рамбла можно взять кого спрашивают огромное количество чемпионов есть очень сильно хороших тот же самый джейс на топе унижает рамблу то есть можно сразу два яйца как говорится разбить одним лишь движением руки они забирают рамбла вы забираете джейса и не даете шторм чейзера играть уже на джейсе на медиа но уже счет 17 в этой партии пиши еще не все ясно всего лишь две с половиной тысячи преимуществ команды мгу но чувствуется блин заговорили про этих залетных вспомнил про вьетнамцы к ним к этому тоже он жаль и соленухам сучи но нас кстати в команде урфу тоже был вьетнамец самое забавное заключалось это когда созвон с ним шел дело в том что у него постоянно на заднем плане такое впечатление что другие вьетнамцы общались как будто он на рынке находился очень много звуков надеюсь он не обижается вань не обижайся если слушаешь трансляцию все нормально я вроде слышал что сегодня моя команда урфу они вместе собрались посмотреть эти матчи и надеюсь что они смотрят официальную трансляцию не меня потому что я их тут хейчу если вы слышат какие хейчи потом не дадут мне их тренировать еще раз твой тут шторм чейзер перехвалил я его в упор не попадает кушки по вате но что поделать вата просто так сжалась и увернулся налегко от этого заклинания кушки и storm чейзер отдал убийство правда это даже не шатдаун но убийство все но неприятно то есть было две с половиной тысячи преимущества теперь он и не фармится на миде и умер и преимущество команды мгу осталось всего лишь полторы тысячи до сих пор ты нежне ну так может закончили вылетели если в следующий по возрасту они все еще останутся через полгода то есть будет еще такой турнир кубок университета писание будут не против могу еще раз их потренировать а либо может какая-нибудь другая команда меня возьмет рту я как бы могу перепикать мгу если что рекламирует себя относительно команды рту которая уже в финале знаете как бы надо же расти как тренеру надо сразу брать сильнейших читам возиться она конечно это это несложно как говорится победить когда у тебя банальные игроки сильнее гораздо сложнее побеждать когда у тебя вот ограниченные ресурсы но зато какой какой кайф когда ты побеждаешь таким составом дракона у нас тут забрали огненного команда мгу у них это второй уже дракон в этой партии и всем фанатикам тренер не нужен пиши фейкер у фейкера кстати там они обзавелись целыми тремя тренерами никто не знает команда с кт насчет фанатиков у них остался все тот же дилон как его звали вылетела его имя из головы штурмчейзер урвался синий бог где тут у нас шатдаун да кто не заметил мы играем на новом патче 824 как раз таки и здесь самое главное изменение это относительно объектов то есть объекты теперь что начиная с вышек они дают огромное количество золота если снимать пластины что заканчивает драконами которые откатываются каждые пять минут и при этом драконы единичные драконы дают гораздо большие баф но вот фб вышка светит рту ее заберет и соответствует своей собственной статистике самой агрессивной команды этого чемпионата смысле того что они всегда забирают себе фб всегда забирают себе фб вышки что в этой игре тоже произошло не к открыто я чисто не слушал русских комментаторов ну по логике она должна быть открыта но видимо нет потому что я даже не видел бана и и если бы я как говорится был тренером одной из этих команд я бы заставил про своего мидера играть только на не к если бы она была открыта скорее всего закрыты ребят потому что я чуть не видел чтобы ее даже показали хороший кухон от storm чейзера пол лица сразу клика отлетела но клик сам виноват он обязан был голде стоит до конца доделать и после этого выходить в морелку потому что нет большого количества здоровья у противников то есть здесь тоже вот олдэди если смотрит трансляцию или потом посмотрит трансляцию это саппорт нашей команды и капитан одновременно урфу он как раз когда зайру отыгрывал я его всегда ругал никогда так не делать как делает клик это грубейшая ошибка я как чай который взял diamond 5 а ныне уже diamond 4 только играя с зайра и на стриме вы это видели могу вам подсказать как и за нее это делать зайра это тот чемпион который в некоторых ситуациях должен превратиться в полутанка вашей команды здесь финальное сражение такое впечатление идет потому что зайра очень битая если ее убьют может вся команда развалится но за рис далека дает хорошее заклинание лейк бодил и прыжок перед чтобы убить клика не хватает ему урона джин начинает отстреливаться ну что ж это финальное сражение может закончиться не так плохо для команды рту они заработали уже себе убийство будет дальше продолжать сиджить и это минус вышка на топе надо как-то было наверное позвать рамбла все же ургот здесь а во первых ургота нет телепорта во вторых ургот здесь не так бы был страшен как рамбл рамбл бы своя ультой мог бы зарешать вот так вот вернуть к заре обратите внимание на ее билд он купил себе ботинки на пенитру это нормально это 15 пенитры они ой 18 пенитры они пригодятся для дополнительного урона с твоего чемпиона но у противников нет танков и поэтому маски не имеет никакого смысла здесь маска будет работать дополнительно только загреженная а это мелкая маска будет работать только процентном значении против врагов откуда здесь проценты возьмешь когда там максимальное здоровье сейчас у чемпиона полторы тысячи они две с половиной как-то обычно бывает там какого-нибудь танка на топе тип сиона или там олафа в лесу тут даже ксен вот только сейчас начал собирать заклин эти предметы на здоровье что же касается какой выбор надо было сделать за и за это надо было закончить голдер до конца просто для того чтобы у него было топ здоровья и выходить в моралку моралка нужно здесь чтобы резать отхил и самое главное дополнительную пенитру получить резать отхил кто-то скажет а с кого здесь резать у всех здесь и так нету отхила так выглядит что его нет на самом деле довольно приличный у того же самого эза у того же самого джейса под его фляжками как же дело джейс кейл минус за и еще раз не хватает ей здоровья как видите она просто разваливается в секунду а дальше я бы делал вот именно в этой партии на 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 месте за и либо банши либо жоню потому что здесь очень много возможности сделать улын в нее и банша ей поможет как раз избежать этого улына чтобы замедление лица ци эффект не поймать скорее я бы жоню здесь выбирал для нее как же лишний 10 процентов урона но во первых они не лишние дополнительные а во вторых они опять же идут от процентного здоровья то есть чем меньше здоровья у противника тем меньше эти 10 процентов являются понимаешь до 10 процентов от здоровья то есть если у человека 1000 это будет 100 если у 2000 это будет 200 если у человека 3000 это будет 300 ну и сам считай где выгоднее этим предметом пользоваться я не говорю что маски не должно быть вообще подождите маска будет в моем билде она тоже есть но четвертым предметом и маской очень часто собирается первым предметом если там куча танков здесь же сплошные улынчики у команды мгу ну и статистика за эры говорит о том что так она все проваливается которая не прислушается ко мнению зрителей да есть такое но и уже чуть переделали даю чуть переделать теперь флатовый идет урон в начале а по замедленной цели как раз от процентного здоровья об этом идет речь блин сколько же паука джейс больно конечно боль но вышку успели сломать рту на самом деле не так плохо пока держится почему держится что мне кажется что они проиграть должны будут эту игру на лейтгейм если вы меня спросите я отмечу примерно равность с небольшим перевесом в пользу рту потому что у них из-за аэро у них есть джакс эти чемпион очень сильный в лейтгейме и против зайра и джакс в общем то ничего мгу нет такого серьезного что касается токена то можно отметить очень классно отыграл свою партию все ж таки учитывая что он играет против ramble мейнера и токен не является прям таким уж ургот мейнером ноль шансов рту кто знает грубейшая ошибка можно наказать но не успевает зайра подойти не успевать джакс прыгнуть просто два игрока решили забирать краба без прикрытия рамбла джейса и эза можно было их за это наказать и убить по золоту у нас 2000 преимущества мгу но они по ходу играют ровненько от объектов нашли сейчас они kill на нека пытаются вы на хек и прошу прощения пытается не его убить подкидывание промахивается щитом пытается всем всем выиграть время пока вышка избивает его команду ну чтобы билан только его и зарабатывают они убийство на свинья но при этом видите резко сюда сместилась зайра и она сможет отпушить в одиночку сколько шансов у барона затащить катку барона ой подождите пока мы там шутки шутили ургот поймали и убили ургот у нас прилетел сюда на телепорте тоже защищать эту вышку пошла джинновская ульта 7 7 прикрывают его игроки не очень хорошо прикрывает он как будто их сам прикрывал заряд должна будет там умереть в этот момент делает оллин по пирожку пирожок отслышать остается в живых шторм чезер решает повать поработать и рю опять флешится и сжигает вату 411 казалось бы не так все плохо но по макро игре тут надо понимать рту зачем они вообще взяли своих чемпионов давайте просто осмотрим вот этот момент у мгу все очевидно у них чемпионы чтобы выиграть мидгейм они могут играть как 311 могут играть как и 41 так и могут просто в разные скермиши устраивать там два на два постоянные сражения у рту ярко выраженный сетап 41 в котором им нельзя ни в коем случае поддаваться на эти 311 провокации каждый раз когда кто-то уходит на боковую линию команды мгу рту должны объединяться на миде и идти давить эту сторону ну или захватывать какие-то объекты но здесь этого не происходит уже не первый раз мы видим как они все но поддаются под эти 311 сами устраивают сражение вместе с мгу 2 на 2 и постоянно их проигрывают но и вообще сам по себе конечно выбор чемпионов не самый эффективный я говорил что я почти идеальный сетап у них сделан и под почти идеальными подразумевал что надо свейна заменить свейн вообще здесь как говорится не ко двору лишний здесь чемпион во первых он проигрывает джейсон линию во вторых он не может себя найти никак в игре ну и в третьих у него нет такого лет гейм потенциала вокруг которого можно было бы крутить ну допустим ту же самую к сяпи если взяли похоже по схеме чемпион тоже не особо имеет преимущество на джейсом на линии тоже очень слабый мидгейм отсиживается ждет хороших моментов слабо играет на 311 зато потом в лейте как начинает убивать пирожка здесь проказ идет от лиги бы промахивается джокс на 6 слотах самый сильный пирс для дуэли но у каждого чемпиона есть контр пики свои я бы не сказал что на 6 слотах джекса никто прям победить не может та же самая фиора например джакса на 6 слотах справиться над если так начать уже обсуждать дальше ну да очевидно что джекса на победит 5000 надо как-то мгу теперь продолжить свою историю в 311 они на самом деле запустили хорошую инициацию по медлей ну делает у нас там риу тавер дайв сжигает одного игрока сжигать 2 игрока но один игрок все же выживает это был джин и можно так развалиться тарантул пытается сделать килл на клики у него это получается даже хико вам подкидывает но урона он сделать не сможет там уже подходит джин джина можно было сделать хороший проказ но грубейшая ошибка по позиционированию по тимфайту от команды мгу у них в одном месте два игрока сражались и с трудом победили зайру в другом месте игроки решили делать товар дайв без прикрытия ксена и тоже разлетелись камбэк но не думаю что он такой серьезный прям камбэк дракона либо на месте рту час в первую очередь забирал и конечно же вардел на шора потому что после этого можно фиро на 6 слотах умрет быстрее чем снимет 50 хп жакс у ничего себе у людей там фиора проигрывает джакса в чатике с тобой бы не согласилась ни одна фиора я думаю еще скажи что джакс побеждает камилу тоже легко хотя там приберда равды матчап камила джакс просто камил очень высокая мобильность гораздо выше чем у джакса вот бы фиора 50 процентов не сняла джакса расскажу секрет у фиоры заклинания наносят урон они автоатаки поэтому ей как бы плевать на то что он ставит свой щит вообще плевать еще у него трудомаг поэтому ей в дважды плевать на то что он будет делать город клинков на джина брали умерла что ли руна что здесь взятая кстати не обратил внимание что у нас здесь взят флитфуд ворк души так вроде все по стандарту кроме флитфуд ворка действительно город клинков можно было взять джина не совсем я понял почему пирожок играет с неправильной руны он играет не с даже dark harvest там хорошая за русская ульта здесь правда пропадает с карты мгновенно браум успел все щитом заблокировать ульта нанесла незначительный урон по брауму и можно теперь стартовать на шора у фиора ульт может сто процентов хп снять да все верно по тестам я не фиора мейнеры если при играла как на фиоре как пабу я бы пошел тебя поимел только что просто пошел бы и на деньги с тобой сыграл но я к сожалению фиора мейнер поэтому не могу тебе угрожать а ты явно видно что джакс мейнеры думаю что если ты за джакса победил пару фиор которые первый раз жизни играли на фиоре что ты типа звезда но ты можешь попросить даже не попросить ты можешь запустить двух ботов и следить как они играют друг против друга и ты увидишь как бот фиора будет всегда побеждать бота джакса а можешь просто статистику посмотреть этих двух чемпионов друг против друга а можешь обратиться какого-нибудь фиорум мейнеру которая находится выше сильвер элла и спросить у него что он думает поэтому мачап он скажет скеллбейс с жестким перевесом фиору сторону на шести предметах а это я даже не видел кто это пишет это это у нас хевич пишет но хевич соберись на что-то начинается тахевич оказывается пишет и даже не заметил но здесь игра закончилась кто не заметил мгу победили в первой партии и но пока все идет именно так как я и сказал скорее всего это будет 30 без шансов для рту где они смогут вначале игры что там поделать но дальше надо поменять ник на хевич туда да я тебе же там какой-то дмитрий пишет какой-то димон думает он знает больше всех это полно видео джакса сфера шесть предметов и ни разу фиора не победил от странно потому что фиора должна легко побеждать этот мачап можно написать это по чарику фиоры и спросить кто сильнее можно да я же говорю можете спросить но то же самое как у меня вот можете про веленку спрашивать у меня я вам точно расскажу какие мачапы в легкую я побеждаю хотя многие скажут и что этот мачап невозможно победить я на это посмотрю скажу вы чё идиоты легко просто правильный предмет собирай правильно себя позиционируй зато другие удивятся например я ненавижу за это в заявленку я не могу их победить они еще какие-то имбовые в лейтгейме то есть как бы из мид лейнеров ассасинов талон например это детский сад заявленку дико легко победить талона а вот за это почти невозможно если zed играет правильно тянет ни единого шанса его победить заявленку там к садина тоже нет шанса победить зато ария разлетается в пух и прах чушь какую-то у нас здесь творить начали мгушники и могли спокойно забрать несколько объектов и вообще заходить на хайграунд то зачем-то джейс сделал тавердай ой тавердайв под джин но весьма удачно есть так задуматься джин это все же он убил но с другой стороны сейчас значит команда будет делать следующий тавердайв без него джейс урон здесь был нужен правда не успели убить ургота тарандул флашается пытается убить зайра успевает и вата его палками добивает это сообщение группе в к виду скину фиора джакс может потом посмотреть мы можем даже сейчас посмотреть как игра закончится она вроде уже закончилась ну чтож 1 0 мгу начали лидировать уже извините что у нас такое здесь мероприятие скудное получилось давайте посмотрим хотя бы разбавим это веселье тем что нам скинули в группе в к там не в личку скинули или просто в группу в к видимо в личку не скинули до в личку не скинули давайте посмотрим перематываю потому что здесь болтовня идет к обычно и фиора умерла так раунд 1 автоатаками ну автоатаками любой бомж победит фиору это очевидно раунд 2 это все еще раунд 1 автоатаками а можно нормальный матч посмотреть где нормальное сражение 1 на 1 куда вообще фиора дио этот джакс делся видимо это где-то здесь должно быть это вообще летал темпа джакс какой-то странный билд но видимо это вот это сражение сейчас чуть назад вернуть видимо это вот этот бой на первой минуте который произошел где фиора попала станом сбила пассивку но там летал темпа джакс вообще-то ребят вы когда-нибудь пробовали летал темпа джакс стоять на линии а очень честно я смотрю здесь комбинации то есть один человек играет неправильные руны а второй человек играет дуэльные руны один на один давайте честно немножко руны поставим чтобы у того человека не было летал темпа был абсолютно адекватные руны под названием либо крас по фондайинг потому что иначе он не сможет отстоять линию либо тот же самый конкурер но ему нужен тогда джанглер а то знаете я и веленку тоже могу сыграть с какими-нибудь рунами которые сто процентов победят любого чемпиона на шестом уровне или пта даже да или пта летал темпа по просто это автоатаками выхиливается он даже ему не нужна даже никакая механика он просто стоит и выхиливается и не говоря о том что фиора вместо того чтобы кайтить она просто стоит тоже бьет его автоатаками полезная блин комбинация это сильвер против сильвера только что было показано ладно идем на перерыв